Всем привет! Вы на канале Честный Предприниматель. Сегодня мы затрагиваем тему, как приобрести земельный участок на торгах. Нам постоянно задают вопросы, где проходят торги, где найти земельный участок на этих торгах, как на них участвовать, как забрать. И вообще слово торги очень сильно пугает людей, которые ни разу в них не участвовали. Сегодня мы раскроем вот эти основные вопросы. А пока мы начали, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши вопросы в комментариях, мы постараемся на них ответить. Давайте раскроем по шагам тему с торгами. Первый шаг. Что нам нужно сделать, Лен? Первый шаг на самом деле торгов не касается. Большинство про это, к сожалению, не знает, но начинать нужно не с них. Начинать нужно с поиска свободного пустого земельного участка, который вы сами себе сформируете. И далее уже ваш земельный участок, если он действительно в интересном месте, если цена на землю в вашем районе не низкая, он появится на торгах. Дело в том, что практически все земельные участки, которые вы видите уже выведенные на торги, на официальном сайте торги.gov, они имеют за собой интересанта. То есть какой-то человек нашел себе земельный участок, потратил на него силы, время, деньги, сформировал этот земельный участок и далее этот участок выводят на торги. И тут приходите вы, заинтересованный в этом же земельном участке. Ничего плохого в этом, конечно же, нет, но вы не думаете о том, что другой человек потратил время и свои ресурсы на то, чтобы этот участок сформировать, вы ждете определенное время, чтобы администрация этот участок поставила на кадастровый учет и выставила на торги. И вот вы заявляетесь фактически на его участок, на его торги. Будет ли этот человек доволен? Ну, наверное, нет. Дальше начинается сам процесс торгов. Допустим, заявилось туда два человека. И вот каждый по очереди поднимает цену на определенную сумму денег. Этот шаг обычно у нас устанавливает муниципалитет. Кто даст сумму выше, тот и забирает земельный участок. На торгах у нас играется либо право аренды, либо право собственности. То есть как решил муниципалитет, на какое право этот земельный участок был выставлен. Если это право аренды, то значит играется размер арендной платы в год. Так вот, кто дал больше, тот и забрал себе земельный участок, допустим, в аренду. А тут начинается самое интересное. Если участок формировали не вы. Допустим, вы заявились на чужие торги. Будем называть это слово так. Ну, это честно будет. Да, чужие торги. И даже выиграли этот участок на этих торгах. Возможно, у вас возникнут какие-то сложности в процессе эксплуатации этого участка. Ведь у вас участок будет находиться в аренде. И за любым вашим действием на этом участке могут наблюдать, могут следить. И не дай бог вы допустите какую-то ошибку, будет риск вообще не построиться или построиться с большим-большим трудом. То есть человек, который формировал земельный участок, может оказаться, не дай бог, вообще вашим соседом, который просто хотел увеличить себе размер участка. Или хотел, чтобы его родственники жили с ним, вот прям забор к забору. А тут появились вы и перехватили эту землю. Понятно, что за вами будут тщательно следить и вставлять вам палки в колеса. Были случаи, к сожалению, посерьезнее. Не просто там слишком за вашими, скажем так, ошибками и оплошностями. Были случаи, когда появлялись зоны с особыми условиями использования территории в процессе строительства. Такие, что человек после строительства уже просто не мог зарегистрировать жилой дом на земельном участке. Это, к сожалению, проблема гораздо серьезнее. Это вопрос миллионов. Поэтому, что мы делаем, чтобы не попасть в такую ситуацию? Ищем земельные участки сами. Формируем эти земельные участки сами. Отправляем заявки в муниципалитет. Сами, для себя, для своих целей. И если торги все-таки будут, заявляемся на них. И будет вероятность получить земельный участок на торгах единственным участником по несостоявшимся торгам. Это вообще отличный вариант. Бояться торгов вообще не стоит. До сих пор есть случаи, что в интересных районах, в той же, допустим, Московской области, торги оказываются несостоявшимися. Приходит всего один участник на эти торги. Но, спешу вас обрадовать, не все участки формируют частные лица. Некоторые участки отправляют на торги муниципалитеты сами. Но распознать эти участки не совсем просто. Поэтому заходите к нам в телеграм-канал. Мы там выкладываем материалы, которые помогут вам распознать такие земельные участки. Итак, где искать земельные участки, которые выставлены на торги? У нас есть портал всероссийский, ГИС торги, торги.gov.ru. Заходим туда и ищем наши земельные участки. На этом портале собраны все лоты, которые разыгрывают наши муниципалитеты, наши государства. От земельных участков до каких-то помещений, до имущества. Нас интересуют только земельные участки. Как найти интересующий нас земельный участок? Но мы подразумеваем, что мы ищем какой-то конкретный, про который мы знаем, который мы сами сформировали. Проще всего найти по кадастровому номеру, забив поиск номер участка. Так мы его сразу быстренько увидим, выставлен он на торги или нет. Если выставлен, то в его карточке можем посмотреть всю необходимую информацию. Это стартовая сумма аренды или продажи. Это шаг аукциона, то есть насколько каждый раз будет подниматься цена, если участников будет несколько. И это описание земельного участка, а также проектная документация, то есть проект договора купли-продажи можно почитать или проект договора аренды. Также все ограничения, которые указывает муниципалитет по этому земельному участку. То есть большинство земельных участков, которые находятся в районах с хорошей развитой инфраструктурой, у них, конечно, есть какие-то ограничения. Либо они попадают в зону аэропорта, либо они попадают в водоохранную зону, либо они попадают в какие-то другие зоны предприятий. Но, тем не менее, на таком участке должно быть можно строиться, раз муниципалитет его выставляет. Ну и также в карточке каждого лота есть ссылка на электронную площадку, где будут проходить сами торги. На данный момент все торги сейчас проходят электронно, то есть физически ехать никуда не нужно. Достаточно лишь усиленной электронной цифровой подписи и компьютера. Вообще поиск на площадке не самый удобный, в случае, если там кадастрового номера вы не знаете, хотите посмотреть все торги по вашему району, который вас интересует, значит нужно выбирать слева в категориях нужную область или край и далее интересующий вас район. И вот по этому району просто пролистывать, просматривать все земельные участки. Для того, чтобы просматривать земельные участки, мы используем публичную кадастровую карту. То есть, опять же, смотрим кадастровый номер участка в карточке торгов, забиваем его в публичной кадастровой карте, смотрим описание, где он находится, интересно ли нам будет или нет. Большинство регионов, разыгрывающих земельные участки для ИЖС, пользуются площадкой РТС-тендер. Для того, чтобы на ней зарегистрироваться, нам просто необходима электронная цифровая подпись. Чтобы получить эту электронную подпись, нужно сходить в МФЦ и там получить около 5000 рублей, и такая подпись будет стоить. Далее, после регистрации, вам нужно заполнить всю информацию о себе. Это должны быть паспортные данные, банковский счет, ИНН и СНИЛС. После этого находите карточку со своим лотом уже на площадке РТС-тендер, со своим земельным участком. Заново все осматриваете, все документы, которые приложены уже на площадке РТС-тендер. Это проект договора, все фотографии, акты осмотра и так далее. На этой же странице вы сможете найти стоимость задатка за участие в этих торгах, а также стоимость услуг оператора. Как правило, это 2000 рублей. Узнав размер задатка за участие в аукционе и стоимость услуг оператора, мы эту сумму закидываем на аналитический счет. Аналитический счет у вас указан в личном кабинете, нужно пополнить счет на эту сумму и далее сформировать заявку на участие в торгах. Сумма пополнения доходит до аналитического счета на площадке РТС-тендера в течение двух суток. И также не забудьте приложить необходимые документы к вашей заявке. При этом паспорт отсканируйте полностью все страницы. Как только заявка ваша будет проверена оператором, вас допустят к торгам. Ну, либо не допустят, если вы допустили какие-то ошибки, либо недостаточно денег закинули, либо неверно подали заявку, либо не приложили какие-либо документы. Если вас допускают до торгов, то вы приходите за свой компьютер в назначенный день, в назначенное время, заходите с помощью электронной цифровой подписи и начинаете участие в торгах. Если кроме вас на торги никто не заявился, то еще до начала торгов вам придет информация о том, что торги признаны несостоявшимися. Это означает, что вы стали единственным участником. Если такой информации не поступило, значит торги начинаются и вам необходимо делать ставки. То есть нажимать на кнопочку, увеличивая шаг. Обязательно, предварительно решите для себя, до какой суммы вы будете идти, до какой суммы вам действительно будет это выгодно. Потому что торги это все-таки такой азарт. Азарт прямо. Остановиться бывает очень сложно, очень хочется стать победителем, сделать кого-то. Но реальность должна быть прежде всего. И не нужно переходить ту сумму, на которую вы изначально рассчитывали. Дополню, что есть определенные стратегии поведения на торгах. Какую ставку поставить, когда ее поставить. Нужно ли ждать, чтобы другие участники поставили ставки и так далее. Мы также об этих стратегиях рассказываем в нашем телеграм-канале. И на нашем курсе это все подробнее и в деталях обсуждаем. Да, мы там показываем, кстати, реальный эпизод, как мы играем на торгах, на абсолютно реальный земельный участок, который мы в итоге забрали на торгах фактически единственным участником. Поэтому, друзья, не нужно бояться торгов. Они были придуманы для обычных граждан, для того, чтобы мы с вами могли забирать себе земельные участки без коррупционной составляющей. То есть там все равны. Договориться там с кем-либо о чем-либо просто невозможно. Поэтому формируйте себе земельные участки, дожидайтесь на них торгов, приходите на эти торги и забирайте земельные участки по цене ниже рынка. Программа эта была придумана специально для простых граждан, для того, чтобы наши населенные пункты становились больше, становились более оживленными, чтобы земля в нашей стране использовалась. Так что все у вас получится. Мы в вас верим. Верьте сами в себя. А у нас по этой теме все. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, если зашло. Пишите в комментариях ваши вопросы или ваш опыт участия в торгах. Всем пока. Всем пока. Давай? Угу. Угу. Что самое интересное? Может ничего не произойти в принципе, а может вам... И не рассказывай на нашем YouTube-канале вру. Угу. 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 Продолжение следует...